Здравствуйте, мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ и у нас в студии Дмитрий Джангиров. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, ну давайте начнем с всяких интересных международных новостей, потому что точка притяжения это Польша стала вот в последние дни. Там было несколько таких интересных моментов, вот вам что запомнилось больше всего? У меня тоже, наверное, по наследству притяжения к Польше. Мой дед участвовал в освободительном походе в Польшу, так сказать, имел возможность, так сказать, ознакомиться с ее социально-экономическими особенностями, но с военными как-то не пришлось в ходе похода ознакомливаться. Ну а шутки шутками, самое важное, что и на этих мемориальных мероприятиях. И до того говорил Дуда, президент Польши, он говорил, сейчас он сказал, что примирение с Советским, ну с Россией невозможно пока Советский Союз, примирение с Россией невозможно, пока Россия не признает преступность и, так сказать, этого пакта и вторжение в Польшу, нам нападение на Польшу. Он сказал, что для них Вторая мировая закончилась в 89-м году, а немного раньше они же подняли тему в Польше, что они были оккупированы. Ну фактически тема с 89-м годом, что для них Вторая мировая война закончилась в 89-м, оно как раз вот абсолютно коррелирует с темой этой, так сказать, оккупированности страны, то есть несамостоятельности принятия решения. То есть фактически тем самым выводятся из правового поля, если, ну, они пытаются вывести. Все договора о границах подписаны там с момента, ну, из серии там, ну, там, с Пацдама, Ялты и так далее, и множество других договоренностей, кстати. Как-то вы под особым углом посмотрели на выступление Дуды, я хочу сказать. Поляки только под одним углом смотрят на восток. Ну, подождите, я просто встал на позицию Дуды. Так сказать, ну, да, чуть-чуть сразу поглупел, но, во всяком случае, Дуду я понял, в общем-то, особенно когда вышел из этой позиции, из его точки зрения вышел. Смотрите, все очень просто. Когда поляки, скажем, Варшава, давайте там про поляков это же мы не переносим, когда Варшава поднимает вопрос о преступности в пакте Молотова-Риббентропа, его последствий, о своей оккупированности, все-все-все, и предъявляет претензии Советскому Союзу, ну, то, собственно говоря, с Советским Союзом и с Россией как государством-продолжателем, давайте такую формулировку, одну из возможных, потому что так-так сложилось, что по отдельным вопросам Россия выступает государством-приемником, а по отдельным государством-продолжателем. Действительно, есть нюансы в этом плане, поэтому и есть по различным вопросам различные международные суды, которые такую и такую точку зрения принимали, поэтому, так сказать, кто старое поменет, как говорится, да, так сказать, так вот, а кто старое забудет, тот может Львов потерять, я так скажу, в общем-то, поэтому надо старое... Я не знаю такое выражение. Надо, ну, вот, надо старое помнить, на самом деле. Бенефициарами стали УССР и БССР в той терминологии, которая была. Украинская, Белорусская, Советские Социалистические Республики, а также Литовская Советская Социалистическая Республика, позже независимая Литва, независимая Республика Беларусь, независимая Украина. Но все, что они получили, с ними и осталось, начиная с Вильнюса, так сказать, для литовцев. И если это все преступно получено было, то вопрос, а что с этим делать дальше, например. Поляки этот вопрос все время поднимают. Конечно, они хотят сначала, чтобы им там чем-то Россия... Ну, вернее, заявляя претензии России, на самом деле Россия им ничем помочь, в общем-то, не может. Ну, вот реально, когда они обращаются к России, на самом деле они предъявляют претензии, в первую очередь Украине, Белоруссии и Литве, но в первую очередь Украине. Поэтому надо всегда очень четко реагировать и понимать, о чем они говорят. На самом деле, некоторые договоренности об обмене, скажем, населением были подписаны между Польшей и Украинской ССР, как субъектом международного права, ну, как член ООН. Украинская ССР выступала субъектом международного права, как и Белорусская ССР и Советский Союз. Было три субъекта. Право, кстати, я хочу сказать, что Украина в 50-е годы же даже, вот я боюсь просто брать, мне даже не приятно, по-моему, в 49-м году Украинская ССР же обращалась с просьбой принять ее в НАТО. Вот этого точно никто не знает. Да, господи, ну как это, ну что же у нас, у нас, что, можете брать, это, Советский Союз обратился, и обратились Украина и Белоруссия с просьбой принять их в НАТО. Отказали. Вот оттуда вот корни вообще. Оттуда корни. Ну и растут вот оттуда. А уже, в общем, да, так сказать. Ну, я понимаю, тогда все боялись, что если принять в НАТО Советский Союз, Белоруссию и Украину, то вопрос в том, а зачем там вообще? Зачем НАТО? Зачем тогда НАТО? Но факт такой, обращение украинского, так сказать. Я боюсь, по-моему, Президиум Верховного Совета обращался, как высший орган власти. Ну, хорошо, это мы, так сказать, про поляков. Поляки пытаются и немцам выкатить счет уже. Ни много ни мало на 1 триллион долларов. Между прочим, заявил министр обороны. Да. Вы знаете, что при таких деньгах проще опять поделить. Дешевле и снова поделить. Это не призывы, это просто так, констатация. Вы знаете, как это... Злые языки говорят, что цензура вычеркнула у Гоголя, когда говорит старый этот Бульба, что ну что, сын, да помогли тебе твои ляхы. Да они наветь ляхам не да помогли. Ну, я хочу сказать, что логика на самом деле. Мы же вступаем в такую турбулентность. Мы вступаем в ситуацию, когда действительно рушатся многие договоренности. Очень многие договоренности, когда те же Соединенные Штаты там в своих интересах, пускай экономические, но они начинают ставить под сомнение, так сказать, экономические договоренности. Кстати, и политические отчасти. Тоже фактически ситуация, когда сильные выполняют договора до тех пор, пока им это выгодно. Вот мы вступили в это. Польша обозначает свою территорию. Обозначает свою позицию. Польша пытается, Варшава пытается пометить территорию вокруг себя. Мы, конечно, не можем, так сказать, безответственно, как Черчилль, называть Польшу гиены. Это просто возмутительно. Так сказать, англосакское. Ну, мы их просто назовем там гордая Польша. Подберем синоним, так сказать, гиены. Так, сейчас вот вас обвинят в разжигании украино-польской вражды, Дмитрий. В разжигании украино-польской дружбы. Вы понимаете, что мне достаточно привести, что говорят депутаты Сейма по поводу Украины и украинцев. Депутаты Сейма. Особенно от Кукис-15 партии. Вы знаете, что я просто полонофоб. Полонофил, пардон, по сравнению с ними. И, в принципе, подождите, опять же, что значит Польша. У нас есть серьезные проблемы с Варшавой, как бы, неразделенная история. С поляками у меня лично, и украинцев с поляками, прямых проблем как таковых нет. Но могут возникнуть. Иногда возникает, но это бытовой срез, это не политический срез отношений. Очень я как-то еще раз хочу сказать, что надо быть бдительными. Тем более, вот заметьте, поляки же больше всех сейчас демонстрируют, что они любимая жена Соединенных Штатов и готовы в позе Дуды стоять по всем вопросам. Вот они сейчас буквально сразу по окончанию мемориальных этих мероприятий они подписали с Штатами договоренность. Это, если не ошибаюсь, это в информационной сфере, но, короче, сводится к противодействию Хуавею. Вот к этому 5G и вот этой корпорации Хуавей. На самом деле в Украине она достаточно активно работает. Вполне возможно, что и Зеленскому предлагают каким-то образом к этому антикитайскому фронту присоединиться. Но, я так понимаю, что он пока колеблется. А вот впервые, между прочим, Китай же сделал замечание, что кто разрешил американцам вмешиваться в украинские дела. Это замечание. Никогда так, как китайский посол в Украине, даже по поводу Фалуньгуня, уж на что у них конфликт, по-моему, таких выражений не употреблял. Это на редкость жесткая позиция. Удивительная просто. С чем вы это связываете? Ну, потому что, ну, мы несколько раз в этой студии обсуждали. Торговая война неизбежна. В самом деле, при Трампе. А сейчас многие, и она будет вестись, а Соединенные Штаты показали, что они готовы всеми теми же, так сказать, любыми средствами ее вести, эту торговую войну. При этом я вам хочу сказать, что вот мне очень стыдно, из головы фамилия вылетела, но сейчас идеолог нынешней торговой войны, на Л его фамилия, его должность торговый представитель Соединенных Штатов в Госдепартаменте, он при Рейгане, дедушка этот при Рейгане, был заместителем торгового представителя, и тоже был один, тогда он был один из идеологов торговой войны с Японией, которая вот их привела, собственно говоря, в том числе других факторов, Японию к тому, что вот называют японцы вырванные десятилетия, или там потерянные десятилетия, вот это их застой. И именно логика бить, начинать бить по высокотехнологичному сектору, а дальше все как бы начнет складываться. Как карточный номер. Да. Это тот же самый дедушка. Вот вдумайтесь. Это, наверное, это был где-то... Я бы, опять же, это где-то конец, вторая половина 80-х, это второй срок товарища этого Рейгана. Это вот сколько дедушки, блин, лет, он же тогда уже был в возрасте серьезный. Но сам факт, что вот привлечение этих людей и методы Рейгана говорит о серьезности намерений Трампа и его команды. Я так понимаю, что сейчас в мире есть позиция сцепить зубы и переждать. Может быть... Переждать что? Трампа? Переждать Трампа. Опять на это есть запрос. Ну, знаете, как всегда, то есть 50, как говорят блондинки в таких случаях, ну 50 на 50, либо переждете, либо... Нет, сложно. Это мы можем отдельно поговорить про избирательную кампанию в Соединенных Штатах. Там есть, от демократов у меня есть свой любимец, я считаю, что он самый лучший был бы представитель. Морской пехотинец, участник боевых действий, открытый гей. Вот представляете, такой президент США, Бутиджич, если я не ошибаюсь, фамилия, говорит, вы еще не провели гей-парад, тогда мы летим к вам. Представляете, как это будет убедительно. Ну, он, правда, только четвертый в этой... Раза третий... Пятый в номинации демократов. Так что он вряд ли станет лицом или другим местом демократической партии на выборах. Но, тем не менее, там у меня свои любимчики. Это чувствуется, Дмитрий. Да, 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 так сказать. Но, мы сейчас... Вернемся. Вы знаете, что? Я так понимаю, что и в Украине тоже, ну... Я так понимаю, что есть, как бы, сформируется партия, ну, партия в старом смысле слова, не в политическом. Те, кто говорят, что давайте сцепим зубы, переживем Трампа. Да, есть некие... Кое-кто им говорит, слушайте, говорит, и в прошлый раз же тоже вопрос был решен... Решенный же был. Ну, смотрите, вот, например, я когда читаю то же, что и мы все читаем, что есть сейчас вероятность, что назначат одним из замов генпрокурора Трепака. Через букву Е. Это тот человек, который предъявил амбарную книгу с Манафортом. Ну, вы видели это сообщение, что рассматривается Трепак, Кулик. Кулик, я понимаю, человек, который, наоборот, дал материалы в Штатах на, условно, там, на Петю, на Байден, ну, в первую очередь, на Байдена дал. Я это понимаю. Но Трепак, я забыл, кто там третий рассматривает. Как раз третий вне контекста этого. Ну, Трепак, это же, что это означает? Поэтому, в общем-то, нас ждут интересные события. Мы зависим от чужого избирательного цикла, что тоже смешно. Но когда-то мы, кстати, здесь в этой студии обсуждали, что, так сказать, мы уже даже не от своих зависим избирательных циклов, а от чужих. Ну, и, кстати, если мы скажем про ту же поездку в Польшу, вот вы понимаете, с одной стороны, вроде бы как знаковое событие, что Болтон, проехав там через Украину, Беларусь, по-моему, и Молдову, а в Варшаве встретился одновременно, он и по отдельности, но и вместе встретился с главами совбезов. Ну, там они чуть раньше, ну, мы понимаем, чуть иначе называются, но с главами совбезов Беларуси, Польши и Украины. С одной стороны, это вроде бы как там серьезное событие. С другой стороны, не было Трампа под это. Ну, Пенс там был. Пенс, это немножко, ну, вот опять же. Может, знаете, как это, тень Трампа там где-то за Болтоном? Вы знаете, что, судя по разрушениям во Флориде, тень Трампа легла на этот штат. Говорит, и вообще, давайте все выйдем под американское посольство с футболками. Это все мы сегодня гренландцы. И те, кто против штатов, и те, кто как гренландцы хотят продаться. Причем даже интереснее. А, причем, вот разного цвета надеть футболки. Это вот намек не понят все равно. Ну, хорошо. Продолжаем. Ну, кстати, насчет Гренландии. Опять же, когда мы говорим про экономические войну, про то, что происходит в мировой политике, ну, строго говоря, предложение купить Гренландию, оно вроде звучит дико. Но в прошлые времена такое было. Самое смешное будет, если все-таки ему это удастся. Извините за это странное размышление. Ну, я вам хочу сказать, что по самим датским данным, чуть ли не 70 процентов, я не знаю, как называется эта группа, это инуиты. Ну, какая из групп, ну, те, кого мы называем эскимосами, они же... Ну, грубо говоря, те эскимосы, которые живут в Гренландии, я боюсь их, как называется именно эта группа, они за независимость. И дело в том, что в связи с тем, что, так сказать, Дания страна демократическая, вообще не знают, чего с сепаратистами это делать, у них идет суд уже достаточно долго на такую тему. Аэропорты и недра, внимание, аэропорты и недра, где добываются уран и редкоземельные металлы, это вопрос экономический, либо национальной безопасности. Просто если он экономический, он введен не Гренландии, а если национальной безопасности, то введен не Копенгагена. Этот суд, они между собой там уже давно судятся, и никто пока... А мы же понимаем, что блуждающие, когда в поисках, посмотрите, 80% необходимых редкоземельных металлов для IT-сектора, ну, и вообще для своих нужд, сегодня штаты получают из Китая. Ага, интересно. Вот так, а почему... Конечно. И когда бы, понятно, блуждающий взгляд на соответствующем... Я моделирую, я там не был, к сожалению. Значит, блуждающий взгляд Джона Федоровича по карте, ну, понятно, что-то есть в Якутии, но с русскими, блин, так сказать, непонятно, на чьей стороне останутся. Что-то, что-то есть в Южной Африке, но есть не он. А где из наших союзников? Ну, конечно, есть в Гренландии это все. А говорит, а что нам мешает добывать? Вот, представляете, ему отвечают, как что? Китайцы, они уже там добывают. Ну, представляете, реакцию. А нельзя ли этих гадов купить? Ну, я вам хочу сказать, опять же, опыт в отношении Гренландии есть, так сказать, когда Германия оккупировала Данию в конце апреля 40-го года, американцы, так сказать, видимо, выступая союзниками Германии, оккупировали Гренландию, ну, вторглись в Гренландию без всяких это. И там свою базу, это, так сказать, для обеспечения конвоев, для обеспечения, так сказать, безопасности. Но они там создали еще с 40-го года базу. И она там до сих пор, что ли? А вы знаете, что, вот хороший вопрос, она была очень долго, эта база, на сегодняшний момент, по-моему, там базы уже нет. Вот вы меня застали врасплох. Это очень редко удается, Дмитрий. До развала Варшавского договора она точно была в Гренландии. Может быть, сейчас нет, почему, возможно, нет, надо, конечно, посмотреть. Потому что у них какая-то была история, что-то там нашли заброшенную базу. Ну, что-то там кто-то это, чего-то там заброшенная база. Плюс у них идет, почему еще Гренландия, идет действительно глобальное потепление. Очень гренландский, собственная шапка льдов, и, ну, снега, льдов, всего, что-то там тает оно. Очень много, так сказать, она уменьшается, и проще становится доступ к этим, к ископаемым гренландским. При этом и вокруг Гренландии климат меняет, не столько климат, меняется ситуация, так сказать, с промыслом совсем. Потому что из-за таяния льдов огромные массы пресной воды попадают в соленую воду, меняя ее состав, и не всякая живность это выживает. Да, вот, так сказать, цена применения Путиным климатического оружия в Арктике. Они и себе расширили этот северный морской путь, и скоро он будет круглогодичным. И еще вот несчастных этих аборигенов Гренландии лишают их законной добытии. При том, что очень интересно, что Гренландия и Фареры стали формально поставщиками очень крупными морепродуктов в Россию после введения санкций Евросоюза. Потому что Фареры и Гренландия, будучи частью Дании, одновременно не являются членами Евросоюза. И поэтому они и датчане через них России за первый год санкций Дания увеличила поставки морепродуктов в Россию в 27 раз, а Фареры, по-моему, в 19 раз. А Фареры, даже, будучи маленькой, там их, по-моему, маленькая тоже территория, они даже провели на несколько десятков тысяч долларов в России компанию Фареры-Неевропейский Союз. Их торговые представители. То есть, договорит, хотите попасть на те рынки, это к нам, ребята, да. Мы знаем дорогу. Мы знаем, да. Еще, по-моему, Маланские острова такой же статус имеют, но это уже отдельная история, не хочу. Но, опять же, вот тоже вопрос. Все ищут лазейки. За первое полугодие этого года товарооборот России и Штатов при крепчающих санкциях увеличился на 14%. Это официальная информация? Ну, откуда у меня, послушайте, Людмила, откуда у меня может быть неофициальная информация? Ну, вы же сказали, вы там добавили, я не там, мы добавили пока. Ну, у меня там, я говорю официальная информация. Понятно, что, например, когда речь идет, очень-очень любят, что там как под санкциями инвестиции выросли американские. И вот тот случай, когда тут надо разбираться, я считаю, что большая часть, и не только я один такой глупый, но все-таки большая часть инвестиций американских, это вывод обратный русских денег из Штатов, чтобы не попасть под санкции. То есть это возвратная, да, это скорее возврат денег, как минимум надо разбираться. Во всяком случае, что интересно, очень большие инвестиции американцев, американские, в Дальний Восток. Ну, вроде бы китайцы там на первом месте, но американцы тоже вполне достойно там участвуют. Вы как-то все время думали, что Дальний Восток уже там китайский практически, оказывается, американцы тоже? Ну, послушайте, и японцы готовы поучаствовать. Послушайте, ну вот... Простор это большой? Ну, послушайте, а украинцев там как много, еще со времен Зеленого Клина, так сказать. Не, ну, это... Понимаете, как это... Большая политика, она необычайно цинична, и чем ты... А что такое цинизм в политике? Это в международной политике. Цинизмом мы называем те процессы, в которых мы не участвуем. Если мы участвуем в каком-то процессе, это большая дипломатия. Так, вот теперь обращу дипломатии, если позволите. Вот этот договор, который был подписан в Польше между Америкой, Польшей и Украиной по сжиженному газу. Это большая дипломатия или цинизм? Вы знаете, что это... Смотрите, это вообще некая рамка одного, другого и третьего. Вы же понимаете, как это, так сказать... Вот это как, знаете, как встретиться за ланчем. Это, ну, то есть, побеседовать. Это, в отличие от вечера в ресторане при свечах, никаких обязательств не накладывать. Это просто встретились, там, так сказать, поболтали, приятно провели время. И каждый в обеденный перерыв, и каждый разбежался, так сказать, по своим офисам. Почему это вам кажется ланчем, а не ужином, на самом деле, при свечах? Ну, потому что, прежде всего, что это все-таки... Все-таки это то, что можно назвать декларация о намерении. Это все-таки очень-очень-очень рамочное соглашение. Стороны там готовы, стороны... Следующий момент. В связи с тем, что у нас все-таки общее правило, общее правило, как бы ни крутился наш Кабмин, и, так сказать, и наш президент не давал указания, но у нас и по соглашению об ассоциации, и по тем правилам, которые мы вот по МВФ приняли, у нас внутренняя цена на газ формируется по внешнему паритету. Сжиженный газ неизбежно будет повышать этот внешний паритет. Следующий момент. А теперь самый важный вопрос, какой мы газ будем получать из свиноустца. Ну да, конечно, он будет американский, потому что мы американцам заплатим. Вернее, скорее всего, заплатят американцам поляки, а мы уже заплатим полякам, ну, не имею в виду значения. Но по национальности газ, скорее всего, будет опять русским. Русским? Ну, конечно, с Ямала. Но он придет, конечно, на танкеры под каким-нибудь... Под американским флагом? Да нет, зачем? Ну, есть Бермуды, есть Панама, есть Греция, так сказать, Папуаново-Гвине, в конце концов. Ну, под любым флагом. Оператор тоже может... Ну, это абсолютно космополитичный бизнес. Как только сжиженный газ, ну, вернее, газ сжижается в терминале, и как только он попадает на этот, ну, танкер или этот тоже, наверное, плавучий терминал, правильно называть я не буду в этой терминологии, он в этот момент становится принадлежит оператору. Ну, который вот остался... Если есть такие лохи, которые готовы заплатить за логистику, за стоимость на Генри Хабе, это главный хаб, биржа, где формируется цена на американский сжиженный газ, плюс логистика из Луизианы, ну, прекрасно. Ну, а зачем для этого гонять танкеры из Штатов? Ну, если есть вот тут рядом, при этом можно еще и изусть луги подогнать. Это будет СУГ, это чуть другой газ, но дело не в том, что пересчитывается же все равно на теплотворную способность, на эти... ну, мы в молодости на Джоули считали, сейчас на британские эти термические единицы, так сказать, считают. Я хочу сказать, что если в прошлом году хотя бы легкое было такое бурление в Литве по поводу того, что к ним приходил на самом деле из услуги, это танкер под видом американского... Ну, в смысле, он американский был по документам, то в этом году два танкера было русских из Ямала, уже никто... ну, вернее, с русским... это не русские были танки, с русским газом уже никто даже не возмущался, так сказать. И так устроен большой бизнес, ну, вот, особенно вот в этой сфере. Кстати, Газпром тоже, не только на ВАТЭК, Газпром достаточно большие деньги вкладывает тоже в развитие вот этого, ну, индустрии, или как это назвать, сжиженного газа. При том, что цена на газ в целом, Газпромовская, сейчас одна из самых низких исторические. По сравнению с пиком цены, с самыми пиковыми, где-то чуть ли не в три раза дешевле сейчас. Ух ты, чем это? Очень большой. Рынок насыщен. Конъюнктура, так сказать, такова. Но все равно это же не повод переплачивать. Вот опять же. Северный поток, ну, практически наверняка будет там до страны. Ну, чуть позже, чуть раньше, это же вопрос. Мы будем получать... Американцы что торопятся? Как можно больше законтрактовать под свой сжиженный газ. На тот момент, когда появится там газ турецкого потока, снизу, но в начале особо, ну, и северного потока. Когда этот газ появится в Европе, чтобы уже Европа была в достаточной степени законтрактована на американский газ. Но все равно в Европе на первом месте катарский газ по объемам. Я сейчас опять же не могу сказать на втором месте русский или алжирский, но тоже, в общем. Ну, там они делят. Американцы дали ни первые, ни вторые, по-моему, даже не третьи по поставкам сжиженного газа. Поэтому они туда стремятся. Айберг к своему стаду думал, что Россия там, кстати, доминирует в Европе сжиженным газом. По сжиженному? А, мы сейчас о сжиженном. Подождите, мы говорим только о сжиженном. Подождите. По прошлому году Россия поставила, ну, в пересчете на теплотворную способность, если не ошибаюсь, сто раз больше, чем американцы. Вот что-то там, там такие, там десятки раз разрыв. А мы говорим только сжиженный газ. По сжиженному газу. И Россия тоже участвует в этих процессах, потому что оказалось очень выгодно. Американцы заключают контракты, а можно подогнать этот газ. Благо все терминалами за свой счет еще и обзавелись под американский газ. Это называется правильной дипломатией, да, или вы сказали? Ну, большая дипломатия. Большая дипломатия. Посмотрите, Штаты не несут никаких рисков, потому что терминалы все строят за свой счет. Или арендуют, как Литва арендует этот Индепендент, так сказать. Причем еще Олбрайт. Наверное, в конце. Нет, это все-таки уже не Олбрайт, это, наверное, уже при Буше все-таки было. Ну, не имеет значения. Короче, это заставили... Нет, конечно, это уже было позже. Это уже заставили литовцев вот этот арендовать плавучий терминал, который максимум был наполовину только заполнен. А по идее, когда ему его втюхивали, он должен был обеспечить энергетическую независимость всех трех прибалтийских этих кошек. Ну, в первой версии тигров, так сказать. Но после применения климатического оружия, ну, вы, в общем, дальше в курсе, что с ними происходило. Смотрите, подписывать из серии, ну, подписывать, конечно, надо. И, как бы, чем больше поставок, диверсификация – прекрасное слово. И чем больше, тем лучше. Но вопрос в том, что, ну, а почему всегда потом получается, что это каждый раз, какую схему не придумай, все равно мы получаем русский газ. Все равно Газпром где-то. Все равно, все равно, ну, уж это хрен с ним, труба торчит у нас откуда-то Газпрома каждый раз. Просто неизвестно, что, говорит, выдавало. Да, говорит, триколор, слава России, или большая труба Газпрома, торчащая там из какого-то места. Ну, вот так вот. Все у ребят. И это так, знаете, как это, какую схему не придумай, это, цены растут. Это Роттердам плюс, просто вот, и целые, эти, целые, всякие грантоедские и всякие либерастические организации рассказывали, как прямо вот сейчас отменим Роттердам плюс, введем биржу, и сразу цена упадет на процентов 20. С процентами 20 они не ошиблись, только выросло. При том, что вопрос в том, самое смешное, ну, даже вы по вашей вот этой либеральной, как это, теории, ну, сначала, перед тем, как биржу ввести, с монополизмом разберитесь. Ну, вы, ты что с монопольным рынком не делай, любая, любая новация на монопольном рынке, или олигопольном, где мало игроков, без разукрупнения, приводит к повышению цены. Ну, проверили, ну, прекрасно. Ну, теперь точно знаем. Ну, а с какой помпой это было? А Зеленский к себе Ахметова вызвал и сказал, никаких Роттердам плюс. Говорит, никаких сказал это. Говорит, даже плюс заберем. А скажете, так мы и Роттердам грохнем, блин. Говорит, нет вопросов. И тут Беня возбудился. Подождите, а как же мои ферросплавы? Я, говорит, ночами не досыпал, говорит, их, так сказать, строя эти заводы в советское время, блин. Ну, примерно так. Они же ему по праву принадлежат, естественно. Так сказать. Это... А у меня же вырастут цены. Не, ну, как же тут вот. А давайте на год отложим. Ну, в общем. Причем самое смешное, что даже в рамках либеральной теории, я же говорю, что тут же не вопрос. Либерал или либерал. Ну, даже в рамках либеральной теории сначала разберитесь с монополизмом, потом начинайте либо регулировать, либо не регулировать, а рыночные, ну, вводить рыночный механизм. Ну, можно считать, что рыночный механизм тоже некая форма такая. Извращенная, но регулированная. А так они оказываются в этом. В положении, как это, вот, это... Говорит, давайте полная свобода, создадим нудистский пляж. А потом они в фуфайке на этот пляж приходят. Знаете, какие-то нудисты-извращенцы, да? Вот они вот у них примерно... Так и вы уже придите, как все. Дмитрий, ну, раз уж мы заговорили о России и о большой дипломатии, вот, или о циничной дипломатии, вот, игра с возвращением России в большую восьмерку... Что это такое? Действительно желание вернуть? И вот это столкновение между Трампом и Европой? Я вам скажу странную вещь, возможно, ну, вот... Ну, странная вещь, скажу. Ну, я же человек-то странный. А некоторые честно мне диагноз ставят в комментариях. А, да, значит, там, что все хуже, чем странность. А это, так сказать, идиотизм. Ну, это традиция у нас такая. А вы знаете, что? После того, как пошли разговоры о возможности возврата России в большую восьмерку, ей уже можно туда не возвращаться, она уже вернулась. Ей уже туда можно не ездить. Можно конкретнее, пожалуйста, развить эту мысль. Ну, смотрите, дело в том, что действительно, действительно, вот с момента ухода России с большой восьмерки, она на самой большой восьмерке, ну, семерка то, что осталось, она практически выпала из... Она стала только объектом. Она перестала быть субъектом. Она была объектом, там ее вспоминали в связи с Украиной, Донбассом, Крымом, с Сирией, по-моему, особо не вспоминали, потому что разные мнения в самой восьмерке по себе. Ну, тем не менее, вот, так сказать... А еще есть некое зло, так сказать, про которое надо там вспомнить. То есть, а как только, так сказать, стало речь о том, что ее можно вернуть, то она, так сказать, уже в рамках даже этой семерки или восьмерки обрела субъектность. Она заявила, да мы не очень-то рвемся туда возвращаться. И вообще большая двадцатка лучше. И нам интересно. И сразу... Да, вопрос... То есть, Трамп подыграл, а вопрос... Особенно в условиях, когда... Вот, вы знаете, большая семерка, это вообще очень философский вопрос. Сейчас я вот... Давайте... Я просто одно очень простое правило. Вот, когда начинают, кто за возвращение, кто против... Вот, смотрите. Ну, черно-белого чисто нет. Я скажу, где проходит разграничительная линия. Интересно. Четко. Значит, те, кто говорят, что Россию нужно вернуть в большую восьмерку, в скобках, то есть, просто говорят или говорят в большую восьмерку, при условии нормализации на Донбассе, выполнении минских соглашений, ДЭСК, договоренности... Вот, вот, все, кто это говорит, все выступают за возвращение России уже в ближайшее время в большую восьмерку. Все те, кто говорят, что Россию в большую восьмерку можно вернуть только после нормализации на Донбассе и возврата Крыма, те против возвращения России в большую восьмерку. Вы вообще вот все... Я очень четко... Подождите, очень четко. Две страны, две страны, кто в перечень условий вступает, включает Крым, тот против возвращения. Кто не включает Крым, те за возвращение. Все, это моя ошибка. Да, я не почувствовала. Только, только сейчас, сейчас четко Крым артикулирует только Канада и Британия. Только две страны. Все остальные, это не значит, что хотят завтра, видите ли там. Трампу, может быть, сейчас муляет по определенным вопросам. Всем остальным оно не муляет. Но, в целом, все остальные как-то вот... То есть, обменяйтесь пленными, прекратите стрелять, примите какой-то закон, и мы уже начнем, вот, вот, уже сейчас начнем процесс возврата, или, так сказать... Ну, опять же, что такое возврат? Потому что все согласны на присутствие. И, кстати, тут тоже очень интересный момент. Трамп заявил, ну, так сказать, у Дональда, это 7 пятниц на неделю. Кстати, когда был, злые языки говорят, когда был он помоложе, у него и 7 маланий было на неделю. Так, это вынесем за случай. А сейчас только пятниц у него. Миланья одна, Миланья одна, этих, так сказать. А пятниц только 7. Так вот, он 100 в Нью-Йорк пригласит. Но, вот, заметьте, большого возмущения среди лидеров не было. Почему? Потому что, на самом деле, как это, Трамп может, как мы в песочнице говорим, он первый начал, первый начал, на самом деле, товарищ Макрон, который привез, ну, на правах хозяина, гость хозяина, в рамках саммита, министра иностранных дел Ирана. Ну, Дональд, он считает, что это плевок ему в лицо, а в ответ на плевок можно и бейсбольной битой по голове. Это, так сказать, человек простой, так сказать, гольфист, а, ну, этой клюшкой от гольфа, вот этой, которая, а, самая большая такая есть, так это намного опаснее, чем бейсбольной битой. То есть, не по-толстовски подставьте руку. Ну, так сказать, ну, я думаю, он не знает, кто такой Толстой. Но, вот, этот важный момент. Насчет битой. Макрон, нет, Макрон, вообще, последнее время, демонстрирует абсолютно собственную линию, которую он пытается сделать как общеевропейскую, там, при всех нюансах это. И, как бы, судя по всему, Меркель, может быть, не с очень веселым выражением лица, но где-то на это и согласна. Ну, так сказать, можно, судя по всему, что фрекинг-бок, так сказать, малышу не мешает шалить немножко, так сказать. Ключевое слово, немножко. И вот, ну, во всяком случае, знаете, как это, конечно, это неудачная там метафора насчет, там, завести щенка. Но, тем не менее... Мне больше нравится плюшками баловаться. Плюшками? Ну, вы знаете, что министр иностранных дел Ирана на саммите Большой Семерки, это не плюшки, это не плюшки, это ужас, летящий на крыльях ночи в целом. С точки... Ну, вот, опять же, ведь Большая Семерка, это все, очень много в дипломатии происходит в сфере символики. Ну, сам факт приезда, ну, ну, как это, так сказать, знаете, как это... Я всегда... Как смотрелся министр иностранных дел Ирана на саммите Большой Семерки? Ну, примерно, как Равин в Печерской лавре. Ну, так же органично. С точки зрения Трампа, с точки зрения Макрона, мы же, говорит, тут думаем, как решить этот вопрос. У нас проблемы возникли, давайте обсудим. Трамп много раз сказал, нам нечего обсуждать, пусть они там сдадутся. Вот перечень мы выкатили условий, пусть Иран, так сказать, их или выполняет, или мы... Или я за себя не отвечаю. Но, правда, я хочу сказать, что в таких случаях это... Это в первый год было страшно, когда Трамп кричал, я там, за себя не отвечаю. А товарищ Ким показал, что когда Трамп за себя не отвечает, надо заставить его ответить и за себя, и за всю Америку. В этом плане, как бы, Ким Вилли, ну, я понимаю, что там человек, наверное, так сказать, даже чуть меньше демократ, чем я, и либерал, так сказать. Хотя я подозреваю, что ненамного. Но он показал, то есть вот корейское, вот этот корейский подход, корейское видение, американская дипломатия, я его излагал, как корейцы северные видят. На эту тему были просто публикации, статьи, я знаю эту тему. Оказался правильным, что если американцы последнюю свою угрозу в виде уже военной силы не могут реализовать, они вернутся на нормальный дипломатический переговорный путь. Да, путь, да. Так и случилось. Так и случилось. Так и случилось. И с Ираном же тоже, получается, перед самой большой семеркой гибротарский суд, самый, где мы, отпустил танкер иранский. Я сейчас не буду там в эти подробности, кто был прав, кто не прав. А иранцы просто английские захватили, предъявили претензии, арестовали, как хотите. То есть поэтому это такой был же жест, по сравнению с которым приглашение Путина в Нью-Йорк даже выглядит еще меньшим. Причем самое смешное, что тут же ситуация асимметрична. Для Макрона это не есть какой-то вызов. Это скорее вообще сейчас носителем вот того старого идеологического либерализма, вот того старого-старого там 20-летнего, остался только Трюдо, который, кстати, в плохих, в сложных отношениях, не в плохих, но тоже в сложных отношениях с Трампом. А Джонсон настолько в своих, как это, у Джонсона с Брекситом, как это, забот полон рот, как шутила Моника Левинский в свое время. А, Дмитрий, спасибо, что вы вот так вот, вы так не шуете. Ну, так я хочу сказать, у него вот так же много забот, как у простой стажерки сейчас. Вот он вот так бегает. Суства человек лишился, между прочим, а вы издеваетесь. Чего лишился? Ну, проблемы же у него сейчас в парламенте-то. Ну, это, я хочу сказать, а не надо? Вот тут тот случай, вы понимаете, что вот тут проблема с коммуникацией, но это уже не так, как у нас, а так, как в Британии. Ну, вот смотрите, ведь действительно у него тупиковая ситуация в чем? Да, он взялся провести Брексит без соглашения. Да, поддержки по этому вопросу, она не, ну, нет у него полной поддержки, скажем, и даже в обществе, даже среди сторонников Брексита, это сложная ситуация. Часть, например, вот, я не помню, в этой листу я сказал, например, вот в Уэльсе, который голосовал, практически так, как голосовала и Англия за Брексит, как раз там, среди сторонников Брексита, многие за нормальное соглашение, многие за нормальное соглашение, а они против выхода без соглашения. Встали территориальные вопросы, встал вопрос Северной Ирландии, потому что соглашение о границе, это соглашение о Страстной Пятнице, еще до всего, до создания Евросоюза в нынешнем виде, а оно должно быть закрыто, эта граница, хотя действует договор доевросоюзовский, так сказать. И тот случай, когда и Шинфейн, и более не менее умеренные эти ольстерские, которые, ну, протестанты, они против Брексита без договоренности, а вот, ну, те ольстерские юнионисты, которые представлены сейчас в парламенте, они 10 человек, они как раз поддерживают. Но даже с их поддержкой уже нет большинства в парламенте. Ну, там все, это, он подключил королеву, королева использовала, так сказать, свое право, которым крайне редко пользуются, крайне редко пользуются монархи. С 9-го, или здесь, с 9-го числа остановлена работа парламент. Но до этого времени, блин, эти ребята могут, так, может быть, сегодня, вот мы когда с вами разговариваем, оно может, да, произойти. Потому что он лишился большинства, и минимум 25 этих, было, так сказать, минимум 25. А, по-моему, сейчас уже их число, если их было 317, вроде двоих не было, двое там, 315. Значит, 26, ну, вот так примерно, я могу на несколько человек ошибиться, но где-то 25-26 консерваторов против Брексита без соглашения. Без договора. Правда есть, правда, есть, считается, что есть до 10 либористов, которые готовы. Ну, вот опять же, пусть сядут и себе и считают, что там у них, что у них получается, у этих ребят. Но, тем не менее, одно дело, я же говорю, Брексит, другое дело, Брексит без соглашения. И он, а он всем рассказывает, что если мы сейчас займем жесткую позицию, то Евросоюз будет вынужден пойти с нами на уступки. Мы говорят, чувак, ну, точно, вот, или иди договаривайся, тогда мы поверим, что ты. Или когда ты нам расскажешь, что Евросоюз придет, это неправда. То есть путем, вот, пойти Кима не получится, да, если вернуть... Вы понимаете, он, нет, опять же, я же не говорю, что Джонсон, Джонсон просто очень ограничен в своих возможностях. Никто не говорит, возможно, он неплохой человек, который, так сказать, в общем-то, достиг вершин британского дна, как говорится, власти, понятно, что человек незаурядный, то есть ведет, он, кстати, аристократ голубых кровей, другой вопрос, голубых кровей в хорошем смысле этого слова, да, но он, просто он ведет себя, там, несколько, так сказать, по-трамповски, вообще у него, у него даже взгляды не такие, как у Трампа. А я думала, вы о ногах, которые он там на стол положит. Это, кстати, тоже полный этот, да, это, вот стоило Бриджит уйти, как ее мальчику ноги на стол положили, вообще, конечно, жуть в этом плане. Ну, хорошо, значит, получается, что, ну, вот он вроде бы как говорит неправду, и всем понятно, что это неправда. Одно, одни готовы терпеть, что, мол, да, займем позицию, прибежит Евросоюз, а другие говорят, ну, не прибежит, если мы к нему не пойдем. Я хочу сказать, что у них дошло до того, что, вот, он же победил с разрывом 2 к 1, он 65% набрал на своем, этом, внутрипартийном голосовании за лидера партии, и поэтому стал премьером. Кстати, очень демократичная процедура премьера, надо тоже взять. Внутри правящей партии проголосовали, человек стал премьером, да, нормально. Я вот здесь тоже думаю, зачем выборы? Да, оппозиция вообще зачем в этом смысле? Так, самое смешное, правящая партия, которая не имела даже на тот момент абсолютного большинства. Ольцерские юнионисты, 10 человек, вот, благодаря им было формальное большинство. Ну, это так. Так вот, среди сторонников Джонсона в партии, 57% за жесткий Brexit, внимание, даже ценой потери этой Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии. Ого, ничего себе. Ну, ведь понятно, что сразу же обострится проблема в Шотландии. Ну, очевидно. Я, кстати, даже хороший этот лозунг придумал. Хватит кормить Лондон, хочу им продать. И более того, так сказать, а вы знаете, что последние шотландские короли, Мария Стюарт под 4%, все золото Шотландии положила в английский банк. Это вообще шутите? Мы живем в постмарк, главное, чтобы шотландцы в это поверили. И сразу после независимости Шотландии можно это будет с британцев забрать. Забрать, ну, конечно. Плюс, так сказать... Плюс проценты, начиная с Мария Стюарт. Да, так в этом же посчитать 4%. Да, да. Потом, нефтяные месторождения, которые на шельфе Шотландии, а нереально унашелись в Шотландии, отобрать. Ну и что? Ну и флот поделить. Так это подстрекательство. Почему? Как это? Шотландцы это вообще... Как это? 300 лет под гнетом Британии, их обманули, им обещали равноправный союз, а их постоянно, так сказать, мучили. А где великий шотландский язык? Не хочется говорить, в каком месте. Не-не-не-не, шотландцы, мы на вас смотрим с надеждой. И в конце концов, ну, слушайте, наш же великий дипломат Агрызка же сказал, что все империи должны непременно распасться. Вот я все жду, когда Британия распадется. Но Агрызка же сказал... Да, Дмитрий, это просто призыв уже, я не знаю, к чему. К шотландам? Просто к распаду уже чужой страны. Подождите. Вас в Британию не пустят. Вы еще будете персоной, но он градом. Меня и так не пустили. Не пустили? А, вот теперь я понимаю, откуда ноги растут. Поэтому я рассчитываю на шотландскую визу. Да, да. Так что шотландцы вперед, так сказать. Хотя, в общем-то, как это, с другой стороны, не каждый, кто в юбке, шотландец. Я боюсь, что мы сейчас далеко просто так зайдем, Дмитрий. Ну, подождите, кстати, а это вы зря. Значит, из 35, из 20% членов фракции шотландской национальной партии открытые геи, либо лесбиянки. Ну и хорошо. Открытая позиция, это всегда хорошо. Кто не в юбке, тот натурал. Хорошая мысль. Слушайте, я подброшу это юнионистам, сторонникам единства с Британией. Да. Тоже хорошая мысль. Так что, будет Брексит жестким, думаете, да? Вы знаете что, Людмила? Или нам вообще без разницы, если честно. Вот извините за такой вопрос. Вы знаете что, понимаете как, смотрите, любые серьезные политические потрясения, они в той или иной степени приближают или усиливают в экономике явления, так сказать, кризисные. Нас любым кризисом. Мы слишком открытая, слишком маленькая. И как это, открытая маленькая экономика. Нас зацепит любой кризис. Даже тот, который там могут не почувствовать, в общем-то, другие страны. А в целом вообще кризис, ну кризис в любом случае приближается. И тут факт массовых, массированных закупок золота. При этом, опять же, как это, бог с тем, там, Китай, Россия закупает там в своей, там, Турция. Так, в очень большую, в первом полугодии, очень большую закупку золота сделала Польша. 100 тонн за раз. Я вам хочу сказать, что поляки и венгры, относительно, ну просто Венгрия страна небольшая. Оно тоже, они, относительно своих запасов, сделали большую закупку. Понимаете, вот я всегда говорю, что поляки и венгры в любом случае чего-то от американцев знают. Ну так, так встроенность их элит, бывших элит. Ну это чувствуется. Да, они всегда, и это тоже, это жжжж, неспроста, неспроста. Это правильно, я понимаю, что вы сейчас нашим зрителям рекомендуете вот каждому еще там 10 грамм золота докупить на всякий случай? Безусловно, подождите, ну это не я, это Ротшильды рекомендуют напрямую с 16-го года. Криком кричат, говорят, покупайте. Нет, они, правда, говорят не только золоту, но и платину, и иридий, ну и вообще, что сможете. То и покупайте. Да, да. Более того, я от себя могу, если вот там мнение профана, есть смысл покупать серебро. Я вам скажу почему. Потому что за последние годы устоялось соотношение грубо в районе 1 к 70, цена на золото серебро, 1 к 70, по-моему, 1 к 70. А сейчас в районе 1 к 90 с лишним. То есть, скорее всего, можно предположить, что серебро недооценено на сегодня. Это вот так чисто. Но это, знаете, это не экономические рассуждения, а это физические рассуждения. То есть, если где-то разреженная атмосфера, туда должно оно прибыть. Это, может быть, оно так и в данном случае не сработает. Но, во всяком случае, сейчас серебро очень сильно просело к золоту. Очень сильно. Потому что, грубо говоря, там за год золото выросло на 25 процентов, грубо очень. А серебро практически не выросло. Или вообще, по-моему, вообще не выросло. Так что, ну, это такое, это, послушайте, ну, сколько там того серебра. Вы знаете, что, к сожалению, нельзя запастись металлоломом. Ну, почему? Некоторые могут. Ну, тогда его, вот, так сказать, рельсы на металлолом. Так не надо. Нам еще железная дорога должна. Да, брошенные рельсы. А у вас это другой вопрос. А, послушайте, вы знаете, что наши, они же хотят же и железную дорогу приватизировать, наши ребята. Это, вы же понимаете, что... Ну, и точнее в честь того, что металлолом собирать, я надеюсь. Нет, я говорю, что сколько металлолома появится. Я не шучу, потому что, если она в частных руках, то, например, там, где государство, оказывая, выполняя социальную функцию, например, с какого-то там отдаленного пункта, хотя бы один раз туда-сюда ходит, то теперь оно смысла не будет туда ходить. Ну, если нет экономического смысла, чего возить людей. Люди, с другой стороны, так сказать, люди себе гиперлупы построят. Ну, нет, я хочу сказать, что, конечно, после... Понимаете, как? Ведь мы идиотов заменили мечтателей. И это, конечно, более комфортно себя чувствовать. Так сказать, там, как это... Государство в смартфоне, ну, там и продукты будут в смартфоне, все вот там, и деньги там будут в смартфоне, все будет в смартфоне. К сожалению, жизнь будет только проходить в окружающей среде. Но если все со смартфонами, оно вроде и не так грустно. И не так грустно. Понимаете, я уже, как я когда-то помню, и в этой студии других говорил, что Украина сегодня в рамках взятых на себя обязательств, как перед Европейским Союзом, кредиторами, отдельно международными институциями. Украина, это даже не трамвай, Украина, это фуникулер. И мы на выборах меняем фактически, так сказать, вагоновожатого, мы меняем под то, чтобы просто в кабине слушать другую музыку. Вот суть нашего голосования. Так, подождите, фуникулер только потому, что мы все равно тянемся, независимо от своей дороги. Более того, у трамвая хотя бы есть развилка, но есть места, вот у старых трамвайчиков. А где переставляли? Переставляли. А то этот, на западе, по-моему, телефериками называют вот эти фуникулеры, подъемник, вот он идет. То есть мы тоже вверх-вниз? Или мы все-таки вверх вот как-то или вниз, я боюсь? А какая разница, если вы выйти оттуда не сможете? И вам говорят, смотрите, справа какой прекрасный финансовый вид, а слева какой финансовый вид. И есть, но говорят, а прыгать нельзя. Нет, прыгать уже нельзя и выходить нельзя. Потому что это избранный наш цивилизационный путь. Мы с ним не можем, мы должны находиться внутри нашего фуникулера. И слушать вот мелодию этих сердец. А любоваться, между прочим, окрестностями тоже можно? Да, конечно. Астетическое наслаждение. Да, только в отличие от тех, это голограмма. Это голограмма, то, что мы видим. Зияющие вершины, как говорил Зиновьев. Хорошо, смотрите. Если мы посмотрим, кто пришел к власти, вот команды либерал-реформаторов, но это же все порошенковские кадры. Порошенковско-бердюошные. Ну, Гончарук, человек, который говорил, что лучший президент – это Порошенко, и во втором туре голосовал за это наш премьер. И что больше он ему дякует. Милованов, человек, который поддерживал до конца этого Порошенко. И вообще, ну, Бердио – это самые отмороженные либеральные реформаторы. Пришли действительно, понимаете, пришли теоретики, которые действительно верят в невидимую руку рынка. Ну, что если вот все, если отменить регулирование и все передать в частные руки, оно само как-нибудь наладится. Все за работу. Да, да. А кто не встроился в рынок, да, как говорится, я не виноват. Но мы живем в стране, где в рынок, в чистый рынок рискует, там не встроится 80% населения, а может и больше. Что с ними делать? Ну, правильно, мы же в глобальном рынке живем, в соседний рынок они встроятся, так сказать. Ну, рынок труда. Опять же, вот если продать землю, если продать, как они собираются рано или поздно, госбанки. Ну, в первую очередь, приваты, наверное, и Украэксим. Если продать окончательно предприятия, которые есть, еще государственные, и порты. Кстати, у нас госсобственности не так уже много, на самом деле. Они там проценты всего-то. Ну, а чем тогда государство будет это управлять? Да, оно будет создавать регуляторные органы и каким-то образом это регулировать. Что это регулировать? Право частной собственности, право использования частной собственности. И опять же, в интересах кого? В интересах кого оно будет регулировать? В интересах самого бизнеса? Ну, да. Нет, в интересах граждан Украины. В либерализме, посмотрите, в либерализме регулирование производится, даже в самом честном, в пользу собственников. Тогда это грустно совсем. Да, человек может быть собственником жилья, и регулирование его каким-то образом может устраивать, допустим. Но он еще не является собственником рабочей своей силы, а еще чего собственником он является. А все остальное в пользу собственника. Вот еще раз, регулирование даже самое честное, даже по самой либерастической честной науке осуществляется в интересах собственников, в интересах граждан. А большинство граждан в прямом смысле не являются собственниками. У каждого своя собственность, я правильно понимаю? У кого-то просто своя квартира, а у другого, например, завод. Завод или земля, да. Мы здесь не делим на собственности капитал. Но если по самой старой терминологии, те, у кого есть капитал. А опять же, регулирование жилья, допустим, но вы как собственник жилья, пусть оно самое честное, но для вас же не стоит вопрос большая или маленькая плата. Для вас стоит вопрос высокая или низкая заработная плата у вас, если вы собственник жилья и больше ничего не собственник. Это правильно. А это значит возникает социальный вопрос. А если равновесная, опять же, нет никаких равновесий в рыночной экономике, это вранье, кто это говорит, их надо на рудники ссылать. Но, тем не менее, предположим, есть рыночная равновесие. И в рамках рыночного равновесия заработная плата, там некая отрасль, пусть не по всему, ниже физиологического минимума. И что с этим дальше делать? Правильно, завести вьетнамцев, у которых собственный уровень выживания ниже. И требований меньше, чем у украинца. Вот вся история. История печальная. Я вам скажу на философском уровне, к вам же тут философы ходят, я вам скажу на философском уровне, может быть, такая мысль странная и путанная, но в рамках модерна, в рамках науки, человеческих каких-то отношений, государства как общественного договора, нет инструментария удержать, ну вот, инфраструктуру, удержать Украину как государство. То есть, ну, создать самовоспроизводящуюся экономику и, в принципе, страну Украину. Где растет население, где, так сказать, постоянный стабильный прирост ВВП, который позитивно сказывается на росте благосостояния. Вы сказали, нет. В рамках модерна нет. А в рамках постмодерна никто про это и не думает, ну и для Украины нет постмодерна. Украина, понимаете, у нас, понимаете, у нас кризис модерна, люди уходят в премодерну, то есть в архаику уходят. А, так сказать, а люди, которые рассуждают, я слушаю там наших философов и всего, так сказать, оно сводится к тому, что, а давайте что-то охерительное придумаем, все восхитятся, а мы будем этого, ну, так сказать, драйвером вот этого самого, чем все восхитятся. А почему нет? А я вам скажу, а тут есть, можем, смотрите, можем, теоретически можем. Мы не придумаем, но теоретически можем. Смотрите, Людмила, а тут другая логическая проблема, опять же, но она философская, наверное, это неинтересно нашим зрителям. А дело в том, что постмодерн не предполагает, в первую очередь, авторского права. Мы, то, что мы придумаем, мы не будем собственниками. В постмодерне вообще вопрос собственности очень так это, ну, начинает размываться. И то, что, если вы знаете, вот то, что сейчас модели экономические рассматриваются этого совместного пользования. Да, частная собственность остается, но она отделяется от пользования. Ты собственник, но когда ты спишь в это время на твоей машине, условно, кто-то другой бомбит. Ну, так сказать, таксует, да. Он тебе что-то за это платит, ну и машину, и там какие-то, это, то же самое, ну, оно во многих отраслях сейчас пытается такое делать. Конечно, это во многом отображение ситуации с деньгами. Ну, то есть деньги как-то закрывается, это гонконгская биржа открывается, там со временем, через сколько-то там, нью-йоркская, или там наоборот, я уже извиняюсь. А, нью-йоркская закрывается, открывается, ну, то есть деньги, которые ночью, то есть постоянно работают. Это попытка перенести, как мне кажется, попытка перенести ситуацию с деньгами, которые не спят, реально, мировые деньги, серьезно, они взят, перенести на другие формы собственности. Об этом откровенно говорят, это даже где-то в мейнстриме европейском. Ну, скажем, не в самом мейнстриме, но это уже не маргинез. Это обсуждается, об этом говорится, так сказать, это уже встраивается вот в это понятие ответственное потребление. Ну, вы знаете, как бы это, но ведь следующий шаг, это и совместное, причем всех вместе, потребление и земли, и ресурсов внутри. И вы знаете, что, что вам проще представить, что украинцы будут что-то потреблять в Германии или немцы что-то потреблять в Украине в качестве ресурсов? Ну, конечно, что украинцы в Германии, это же очевидно. А разве вам по-другому кажется? Тогда даже песням про это есть. Едут по Берлину наши казаки. Вот, пожалуйста, вот, да, 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 песню. Вот, говорит, как-то за эту песню они будут бросать нам евроценты в шляпу. Да, они любят эти, особенно в Берлине, советские песни, так сказать, времен войны они любят слушать. Это что-то, как это, это что-то на генетическом уровне. Сразу как-то, вот в этот момент начинаешь верить в сотни тысяч изнасилованных немок и 400 тысяч родившихся, это, славянских детей. Ну, на самом деле ничего такого, в таких масштабах не было, как отдельный. То есть, конечно, на тысячи шло, но никаких десятков и сотен тысяч не было. Но сам факт в этот момент понимаешь, что, так сказать... Я думаю, может быть, сейчас плавно к Трампу быстренько вас увезти от этой темы, нет? Про его славянских жен? Нет, про его избирательную кампанию. Ну, хотя бы немножко, что там в Штатах-то? Вы понимаете, смотрите, сейчас я попытаюсь, я-то как раз слежу за этим, но вот как там из середины сказать... Я хочу сказать, фактически цена вопроса сейчас во многом, даже по американским оценкам, допустим, если я отошлю зрителей к ключам Лихтмана, то, что вот попытка раннего прогнозирования итогов выборов, то у них во многом стоит вопрос так, будет ли кризис экономический, какова его глубина в следующем году? Если будет серьезный кризис, Трамп не избирается. А если он сумеет хотя бы нынешний статус-кво, вот скорее так стоит вопрос. Значит, Трамп избрал по американским меркам уникальную тактику, уникальную в прямом смысле, она у них по их американской такой некой политической традиции, ну, традиция это то, что показала свою целесообразность. А президент, который на второй срок идет, его матрица президент всех американцев. То есть они всегда пытаются расширить свою электоральную базу, то есть число американцев, к которым они обращаются. То есть это... А, то есть Трамп, ну, не точно, еще жестче вопрос явки и вопрос, чтобы пришли все свои. То есть он еще больше заостряет свою риторику. Вот, например, его выпад против этих четырех женщин-демократок, что, мол, пусть к себе убираются там, в своих странах. Вы понимаете, среди сторонников республиканцев у него за один день на 4% вырос рейтинг. Да, а среди демократов он почти не упал, там и так его считают козлом, мачо и там, и все вот эти, расистом, сексистом, то есть... Терять нечего. Вот он исходит из того, это риск... Да, есть в этом определенный риск, почему? Потому что, например, у Байдена есть часть демократов, для которых Байден как-то уж слишком дедушка с таким шлейфом, но он не харизматичен. То есть есть те, кто все-таки как-то колеблются, а Трамп их отталкивает от себя. Ну, послушайте, мы же, так сказать, безусловно, как показали предыдущие выборы, работа с Бигдата, то есть, грубо говоря, портрет своего, обобщенный Трамп или штаб Трампа знает лучше всех. Поэтому мы не можем это вообще обсуждать. Я думаю, что в ходе обработки опять, как бы, портрета избирателя и портрета колеблющегося, который готовил за него проголосовать, вот это главная категория, с которой... То есть я думаю, они выработали уже такую раннюю тактику. Очень интересный момент. Они сделали с большим отрывом свой съезд поставили от демократического. В месяц разницы. Раньше или позже. Нет, конец августа следующего года, а у демократов конец июля. А в прошлый раз разница была... Небольшая была, небольшая. Меньше, 10 дней. Да. А сейчас... Бывает несколько дней, когда, типа, своей волной покрыть ту волну быстро. Есть своя, есть логика в этом. Иногда случайно получается, опять же, не надо везде... Но тут, я думаю, это они осознанно сделали, потому что, что вот мощно стартовать... Нужно сделать покороче избирательную кампанию. А демократам дать возможность увязнуть в дрязгах и рефлексиях. Дело в том, что пока, опять же, вот на сегодняшний день, демократы идут к тому, что называется брокерский съезд. Сейчас я вам объясню, что это такое. Это термин, когда ни у кого нет большинства и начинают договариваться между собой. Брокерский, потому что... А бывали случаи, когда почему... Что партийные... Что не тот, который имел относительное большинство, побеждал, а его... Кто-то из его конкурентов. Но это поэтому... Ну, я вам сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что... Даже если побеждает Байден, вот так, как сейчас... Кстати, вот опять же, насчет американской социологии. Серьезные социологические конторы, многолетние там... Значит, разрыв... По одним данным, разрыв этого Байдена от второго места 4%, по другим 18%. Это что, социология что? Это хрен знает, что они социология. Ну да, 14%. Говорит, в таких случаях уже к Грыневу можно обращаться, так сказать, за социологией. Значит, это хорошо. Дело в том, что даже если вот он побеждает, он не набирает... Пока все идет к тому, что не будет у него половины голосов. А они в этот раз, после скандала в предыдущей кампании, суперделегаты не голосуют в первом круге. То есть голосуют только избранные в праймерис или в кокусах делегаты. Нету суперделегатов. Ну, как бы, надо знать... Расскажите, пожалуйста, почему это... Смотрите, у них в прошлый раз суперделегаты, это люди, имеющие особые заслуги перед партией. Грубо говоря, это сенаторы, конгрессмены. Иногда это многолетние спонсоры партии. Ну, по разу. То есть есть список это. В прошлый раз, в прошлый раз, благодаря суперделегатам около 20% составляют. В прошлый раз, сразу на старте, перевес Клинтон над Берни Сандерсом был 18%. Сразу, благодаря суперделегатам. Сразу, уже на старте. Теперь этого нет в первом круге. И грубо говоря, что если, допустим, у Сандерса, допустим, 40% он получил делегатов, а, допустим, Сандерс 25%, а Уоррен 20%, то во втором туре, а там еще есть, еще там, женщина, которая, она, по-моему, которая бывшая прокурор Калифорнии. Ну, короче, там еще и вот этот, который чуть не... Который вам нравится очень. Да, да. Боевой морской котик, назовем его так. Да. Да. Причем, вполне возможно, морской мы знаем, а котиком его, наверное, называют дома. Да. Да, хрен тех котиков разберет. В общем, а если они там между собой договариваются, вот во втором туре, кто тогда выигрывает? Суперделегаты подключаются. Это скандал, потому что, если будет такая... Ну, в смысле, конечно, это будет все законно. Но если будет по голосам делегатов выигрывает один, а вместе с суперделегатами другой, это опять лишний раз для рядовых сторонников демократической партии. Ну, опять народ хотел одного, а бонзы партийные другого. Это очень интересно. Это как-то... Я даже не знала таких... Понимаете, оно сложилось... Я все время даже здесь, в этой студии рассказываю. У них это стихийно сложилось, потому что считалось, что левее Обамы быть не может. Он самый левый, и благодаря этому его подобрал всех. А он открыл... А потом появился Сандерс. Он создал на базе левого крыла демократов клуб демократических социалистов. Так оно и называется. И в нем там уже под 100 тысяч членов активистов по всей стране они работают. Они создали... С одной стороны, они вроде привлекли часть нового электората, более... Все слово, социализм. У них очень интересно, что у них по последним опросам, в рамках опроса, когда человека спрашивают, к 100% приблизилось количество... Ну, далеко за 90, скажем так, выросло количество людей, готовых проголосовать на президентских выборах за черного, женщину или еврея. Но количество готовых проголосовать за социалиста 47%. Меньше... Да, да. Это тоже на генетическом уровне, наверное. Ну, у них 47% тоже очень много, но как раз Трамп, когда обвиняет демократов в социализме и даже в коммунизме, он играет вот на эту, что для многих есть ограничения. То есть... Вот так сказать. Ну, это... Но оно породило другую проблему. Во-первых, часть колеблющихся или часть самых правых демократов, их смущает этот уход влево, а как раз им ближе риторика Трампа, правая. Она тоже там достаточно... Опять же, мы в слово популизм... В нынешнем политическом конфликте уже нет этого популизма. Нет идеологии, поэтому нет популизма как такового. Идеологии остались в модерне. Кстати, это тоже интересная тема. Как-нибудь популизм... Популизм закончен! Как так уже... В смысле, можно... Популизм остался ярлыком, а не обозначением явления. Все. Строго говоря, все популисты. Или на самом деле у всех идеология есть. Идеология в основном лидерство. Этот человек знает как. Вот так, в принципе, к этому сейчас сходится. Ну, это... Причем, это общемировое явление. Общемировое явление. И как раз крах социал-демократии в Европе... Это последняя идеологическая цепляющаяся партия. И она везде рушится. И, кстати, крах Евросоюза... Ну, вернее, кризис Евросоюза во многом... Это параллельный процесс краху социал-демократии. Ну, это мы отбросим. Это с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения спонсоров. Дело в том, что вот этот... Ну, левые, вот демократические социалисты, они последовательные левые. То есть... И они левые во всех вопросах, включая, например, палестинский вопрос. То есть палестинцы имеют право на государство. И вот представьте себе ужас там добропорядочного, многолетнего, даже по наследству спонсора этого демократической партии. Ну, а многолетний спонсор демократической партии, это, в принципе, национальность такая есть. И он смотрит на... Проходит съезд евреев-демократических социалистов. Ну, конференция была. На которой они заявляют, что они как левые, как левые, они выступают против всех форм национализма, включая сионизм. И за право палестинского народа на свое государство. Он говорит, так, подождите, я вот на это должен деньги давать. Не так и спонсорам вообще. Да, ребят, а вот этот говорит, что он, блин, поддерживает все, и посольство, и все, и этот, и зять у него правильный. Так не проще ли мне туда? Это тоже серьезный вопрос. Вот эти, те, которые, ну вот, Бнайбрид, такая одна из старых организаций, более-менее таких, ну, структурированных и, скажем так, на Ашкеназе опирающихся, они же начали переходить на сторону, они практически перешли на сторону Трампа. Плюс традиционные, они более традиционных ценностей все-таки, как это, Равин должен, как это, Равин не должна быть беременной. Ну, это отдельный анекдот, чем отличаются, там, вот, прогрессивный иудаизм, нет, этот, консервативный иудаизм, это фактически светский, под этим словом, консервативный, ну, светский иудаизм, это на свадьбе беременна невеста, ортодоксальный иудаизм, на свадьбе беременна, невеста девственна, но беременна мать жениха, мать невесты, и вообще все женщины присутствующие. На свадьбе, а на прогрессивного иудаизма беременна Равин. Так вот, все-таки для них это слишком, эти все вещи. Хотя у них уже, даже у традиционных, у вот этих, ну, которые более, ну, более традиционные удаизмы, даже у них уже появились Равины-геи. Так сказать, а вообще такой, а представьте, такой призыв, гей Равины, даже, даже, даже неплохо, я бы так конференцию назвал. Ну, хорошо. Продолжаем лучше, да, 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 да. Через 100 рок-звездам. Ну, хорошо. Хорошо, значит, это, ладно. Да, лучше продолжим. Так вот, нет, подожди, это создает внутрипартийные, внутрипартийные проблемы, даже со спонсорством. Да, святое место пусто не бывает, к левым демократам начали тяготеть сифардические финансовые круги, для которых это там не столь так важно. И вот, скажем, звезда сифардов сейчас в политике, это Александра Акасия-Кортес. Ага. Да. Значит, но она молода, она слишком, она еще слишком молода. А проблема, почему, опять же, почему, как, вот, если почитать, ну, вот, они, очень, им очень тяжело левое крыло демократов обвинить в антисемитизме, так сказать, потому что, ну, во-первых, там, достаточно много, вот, Бенни Сандерс, евреи. И в этом плане, а что ты им скажешь? А они за справедливость, они леваки, они за справедливость. Они еще и антифашисты тут. И, естественно, они против антисемитизма, они отдельно это. Что ты с ними сделаешь? Ну, самое страшное, снять с удовольствия за такое. Ну, что еще можно с этими сделать, так сказать, отморозками с точки зрения спонсоров демократической партии. Поэтому и вот эти процессы, которые идут, я когда-то даже в этой студии говорил, на самом деле двухпартийная система становится все более тесной для Соединенных Штатов. Вот эта, которая у Уоррен идет, которая с Сандерсом наравне, она же вот на этом открывшемся поле левом тоже. Она же фактически от Сандерса, они близнецы, сестры или братья, я уж не знаю, как сейчас политкорректно говорить, чтобы феминистки не заклевали. Наверное, все-таки они близнецы-сестры с Сандерсом, я так думаю. У нее вообще тема, что она потомка индейского населения. Я забываю, она вот этим себя легендарным персонажем, что она потомок этой знаменитой индейской женщины. Кстати, есть реальная потомок, она, по-моему, белый голубь. У нее есть английское, ну, американское, английское имя, фамилия, и есть индейское, она там, белая голубка. Она высказала, что она, в общем, как-то белая голубка прилетела на голову этой, у Уоррен сделала, что нефиг себя. Но самое, но ее красиво сделал, в общем-то, Трамп. А она настолько вжилась в роль индианки, что она даже кулинарную книгу кулинарных рецептов, вольный перевод такой, жратва для индейской компании. Ну, она там фривольная, ну, дружественная, дружественная, жрачка, жрачка, ну, как по-индии, что типа она владеет индейскими секретами. Ей Трамп сказал, что он миллион выделит на проблемы индейцев, если она генетически покажет, что она индианка. Деваться было некуда. Так вот, ну, ее пожалели, сказали, что у нее меньше 5% индейских. Я вам сейчас объясню, в чем это. А для того, чтобы входить в сообщество индейское, многие племена крупные установили 50%, то есть ты наполовину. Те, кто поменьше, 25%, кто еще меньше, 12,5%. И есть одно племя, их уже 6%, то есть они тебя берут в сообщество. И ты какие-то льготы, ну, понятно, совсем маленькие, у нее меньше, чем у самого маленького племени, самый маленький. Теперь никто ее не возьмет. Самое смешное, на рейтинг среди демократов это никак не сказано. Вот, опять же. А республиканцы и так знали, что она это, так сказать. Не совсем. Да, так сказать, как это, индейская овца, в лучшем случае, тупая. Ну, хорошо, так сказать. Вот, ну, так сказать. Но самое смешное, что вот она харизматична. Она, кстати, тоже бабушке уже лет, слава богу. Нет, там есть один старик, который в году восьмом, по-моему, еще, ему, по-моему, 89, я забыл фамилию, на Джи, он вошел в историю в восьмом году, когда он на праймерис демократов. Он участвовал, он, его ролик, ну, праймерис, рекламный, он бросает в воду камень, ну, круги расходятся, и он молчит. Никто так ничего и не понял. Но он сказал, что, так сказать, что молодежь партии требует его выдвижения. Ну, короче, на момент президентских выборах ему будет 89. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, а всем остальным, а Байдену, а Трампу уже. Так самое смешное, что вот участие и Байдена, и Уоррен, и там, это все как раз, и Сандерса. И Сандерса, конечно. Они все как раз в пользу Трампа, но на их фоне Трамп еще, так сказать, этот. Юный слишком. Юный мальчик. Да, он еще такой бодрячок, так сказать. Вполне это тоже важный момент. Потом у демократов был очень такой, что они правильно сделали, что, ну, рано начали. То есть, это же еще никакие не праймерис. Ну, это так, препраймерис, это же в нерв. Потому что, если бы это было в праймерис, это была бы ошибка, как учил нас Конфуции. Ошибка это то, что нельзя исправить. В данном случае, они вот сделали, я сейчас расскажу, что они сделали. Они провели пробу, и стало понятно, что это неудачно. Они сказали, что у них такой разгул демократии в демократической партии, после того, что было с Клинтоном в прошлый раз, что, в общем, они проводят дебаты. В дебатах участвуют все, у кого в трех агентствах социологических больше одного процента, либо кто 65 тысяч подписей соберет за участие в дебатах активистов или демократов. Это сколько у них кандидатов-то будет? Ну, вообще, сейчас 24, 20 прошли этот ценз. Они их в два дня провели дебаты между ними, телевизионные. Ну, вы понимаете, что это, ну, даже прилично интеллигентные люди, это был бардак. Байдену приходилось вступать в полемику, когда друг друга перебивали. Байдена, честно действовавший по регламенту этот модератор, фактически подставил Байдена, потому что, например, когда он задал вопрос, а выступаете ли вы за медицинскую страховку для нелегальных мигрантов, и когда там почти все, ну, они же там, леваки, подняли руки, и Байден поднял. Эти сразу же республиканцы на резочку. И здесь он потом объяснял, что нет, я на самом деле только за медицинскую страховку в случае несчастного случая. Проехали ему, ну, мы же... Рукописи не горят. Не горят. Посмотрите, первое, он не очень, он неплохо выступил, но он не очень ярко смотрелся. Это был бардак. И главное, что он оказывается один из многих. Опять же, все-таки лидерство предполагает, ну, то есть... Да, да, это очень интересно, то, что вы рассказываете. Я думаю, что они не будут... 20 и 20 человек, в два раза. Причем жребием устанавливалось, кто в первой десятке, кто во второй. Они еще были не... Получились не очень равномерные этим. Вот история. Ну, опять же, демократы в поиске демократии сейчас, так сказать. Пожелаем им успеха, в общем-то. Но пока, пока опросы показывают перевес Байдена. Ну, еще раз. В ключевых штатах практически вровень идет с Трампом. В ключевых штатах, как мы видим, у Трампа есть вот этот скрытый электорат, который стесняется на опросах сказать. Либо живет в глубинке. Я тоже объяснял этот эффект. Не добирается. Да. Эффект я его формулирую как парадокс бензина. Кстати, жертвой его пал Ляшко у нас. Я, например, и такой же был примерный эффект у русских в аграрной партии. А у нас Мороза был. Классика жертвы. Почему? И у Юлии Владимировны отчасти тоже такой эффект был. Я сейчас объясню. Вот у Ляшко же экзитпулы показали два, а он четыре набрал. Понятно, у него социология тоже показывала два, и спонсоры от него отказали. На самом деле, Ляшко, если бы вкладывать, он бы прошел. Почему? Потому что у нас, например, четыре-пять видов населенных пунктов городского типа, и только один сельского. А в Штатах у них, в принципе, они меряют в основном, когда большие опросы, они меряют мегаполисы 50 плюс и 50 минус. Три таких характеристики. Я просто по Украине скажу, село, которое находится рядом с городом, хоть с районным, хоть с областным центром, оно фактически живет информационной повесткой дня, и идеологически, если это про такой, как в городе. И голосуют они как в городе. Ага, приближенно. Послушайте, ну вот вы знаете, что, вот таксисты в Киеве, которые из области, во всех перипетиях выборов мэра, они не голосуют за него. Но они живут этой повесткой дня. То же самое в Америке. Чем дальше ты, то есть вблизи города 50 плюс, еще живут люди, которые вот, они туда ездят, они связаны, учатся кто-то. А чем дальше, ну ты этих не ловишь своим опросом. Потому что у тебя стоят характеристики, а не стоит расстояние, сколько надо отъехать. А бензин ты, почему я говорю эффект бензина, а бензин ты экономишь. Потому что надо выехать, людям заплатить за то, что выехали, обойти, допустим, ну если там делать фейс-то-фейс. Ну конечно, да. Тем более Америка большая же страна. Ну а Америки вообще прода. Ну и у нас, слушайте, у нас тоже есть округа отдельно. Ну не имеет, я сам описываю, он везде сейчас этот эффект сельской местностью, он проявляется. Оттуда и появляется вот этот скрытый ресурс Трампа вот в этих переходных, так сказать, фиолетовых, как они их называют, штатах. Поэтому как там, пока можно, как сказала бы любая блондинка, 50 на 50. Либо Трамп, да, либо победит, либо не победит. Вы знаете, что схватка будет, наверное, беспрецедентной. Игра без правил любая, поэтому и нужно любое досье на Байдена. Любое. Любые, так сказать, документы по его этой коррупционной деятельности. И вот поэтому, так сказать, вот от Украины, и понятно, к Украине один вопрос. Где? А нет, так нет. Ведь посмотрите, Болтон же очень важную вещь, самую важную публичную вещь. Ну кроме того, что сказал, что ему представили структуру правительства. Ну разумеется же, надо, так сказать, ответственного американца первым, а не безответственный украинский народ познакомить со структурой правительства. Ну то такое дело, так сказать, снявший голову, это, перхоть не лечат, как говорится. Так вот, он сказал, что как-то там, ну в таком позитивном, что уверен, что генпрокурор Либо-Шапка будет сотрудничать с генеральным... С сотрудничать с генеральным... Ну понимаешь, что вопрос один, так сказать. Ну видите, вот опять же, если это правда, то, что появилось, что могут назначить трепака, которые наоборот эту книгу Манафорта... То есть, которые фактически в Раша-гейте, ну, помогали раскручивать, так сказать, ну это была линия Манафорта, это была как бы дополнительная к Раша-гейту против этого... Трампа. Против Трампа, ну я не знаю, так сказать. Вы знаете, что, я как раз думаю, что в связи с этими процессами Трамп поставил на паузу военную помощь. То есть, 250 миллионов? Ну он ее как бы... Я так понимаю, что никаких особо решений не принято. Все на это ссылаются, и вроде даже как на свершившийся факт, ну документ... Ну, я же говорю, что пока не... Я думаю, что в устных беседах что-то нашим сказали. Я думаю, что это связано каким-то образом вот именно с этим. Потом, нет сомнений, что Болтон предлагал участвовать в борьбе с Хуавеем. Потому что китайцы... Поляки сразу же через пару дней подписали это. Мы не участвуем в этом. Более того, надо сейчас подождать, что антимонопольный наш комитет по поводу покупки Мотор Сити... Мотор Сити, конечно. Я бы сказал, независимый антимонопольный наш. Абсолютно. Кстати, это же он сейчас в антимонопольный назначил дочку своего профессора, уполномоченной. Правильно же? Я же ничего не путаю. Ну у нас же вообще даже в сталинские времена дети за родителей не отвечают. Что же нам такую привязку-то делать? Зачем нам, Дмитрий? В сталинские времена дети должности родителей не внаследовали. И вы знаете, можно что угодно говорить про сталинские времена, но оба сына Сталина воевали. Приемный сын Молотова воевал, сын Хрущева воевал, сын Долореса Барури воевал и сын Чапаева, кстати, воевал. Так что, в общем-то, это отдельная история. На самом деле, вы очень хорошие проблемы коснулись. На самом деле, есть такая точка зрения, которую я разделяю, что к власти приходят бандами. Бандами в американском смысле. То есть, вот группа неформально сложившаяся. Ну, джаз-банд, это все-таки не джаз-бандиты. То есть, банд, это команда тоже может быть. Это любительские команды, хоккейные там. Банда пожарников, это хоккеисты, которые пожарники любительские. То есть, это не, ну, то есть, а Зеленский пришел без банды. Разве? А, опять же, в правительстве кто от Зеленского? Все из банды Порошенко. Ну, все из западной банды, которая была в лизинге у Порошенко, теперь она в лизинге у кого? Ну, у Запада. Ну, повторимся, что банды в хорошем смысле. В хорошем смысле, нет, подождите, банды, ну, группировкой. Организованная группировка. Это тоже как-то звучит слишком. Ну, хорошо. Джаз-банда лучше. Вот джаз-банда. Понятно. О, смарт-банда. Смарт-банда пришла. Но это не его банда. Это не его банда. И вот тут он им ставит некие там условия. Это хорошо. Скажите мне вот такой момент. Они чего-нибудь подпишут с МВФ? Я думаю, подпишут. Чего-то подпишут с кредиторами. И что дальше, и что должен пример выполнять обязательства, взятые перед МВФ и кредиторами, или там еще перед ЕБР, или перед президентом? Я думаю, перед президентом. Людмила, а это же серьезный вопрос. А почему мы так ставим? Вот посмотрите, на самом примитивном уровне, на самом примитивном уровне, это не так, но президент у нас, ну, как бы слуга народа, ну, действительно, в представлении людей, это народный президент, он представляет народ. Многие считают, что это впервые такое, хотя люди бы ужаснулись, я скажу страшную вещь. Все предыдущие президенты тоже были абсолютно народные, абсолютно кровь от крови, плоть от плоти. Так сказать. Может быть, этот плоть от другого народа. Нет, это как-то нехорошо получилось. Ну, хорошо. Некоторых можем списать, если разозлимся на них. Да, ну, дело не в этом. К нему очень... Да, народу очень нравится, когда снимают неприкосновения. Народ вообще очень любит репрессии в прямом режиме. Это, этого уволить, этого снять, этим... Это все тоже хорошо. И на этом можно какое-то время, так сказать, дерегуляция. Дальше что? Вот что дальше? А дальше правительство работает по лекалам МВФ, там, кредиторов, там, соглашений с Евросоюзом. Что дальше может сделать президент? Это объективно ухудшает ситуацию народа. То есть, некий конфликт, но президент у нас, с одной стороны, ему не нужна внешняя легитимизация, потому что он изначально был сразу признан всеми и наперед. Но, тем не менее, некое признание его субъектности, или, наоборот, или объектности, то есть, он должен установить некие взаимосвязи с внешними лидерами. Да, это некая унизительная картина, но в силу положения Украины. Но он же обращается к ним за помощью, за санкциями против России, посреднить. Значит, он должен с ними установить связи, уже не горизонтальные. И когда ты к кому-то обращаешься с просьбой, ты с ним заведомо установишь не горизонтальную связь, а вертикальную. То есть, ты где-то, так сказать, значит, ты что-то должен в ответ на это сделать. Что? Там много не надо, проводите реформы, говорят они. И вы знаете, что ничего более циничного и мерзкого, на самом деле, чем заявление Гончарука, что при Порошенко реформы были правильные, но шли медленно, с точки зрения выбора украинцев на президентских, потом парламентских выборов, не было. Но все же это проглотили, все же это хавают. Извините меня. А он не обманывает. Более того, эти люди пришли, действительно, они в каком плане отмороженные. Ну, у них зарплата, грубо говоря, не здесь, не в Украине. Они в некой существуют номенклатуре либеральной, мировой. Понимаете, ну как я резко, блин. Ну, есть куда послать. Я, между прочим, предложил гренландцам петицию подписать, чтобы им после покупки им ереську прислали. Жестокий вы, Дмитрий. Да. Им и так тяжело будет. Почему? После покупки. Они прав, неправда, им будет легко. Легко. Им будет, а что им еще легче было? Супруным министром это, так сказать. Они же до сих пор, вот Супрун же рассказывал, можно ли на холодном сидеть или нельзя. А гренландцы же до сих пор, у них есть странное, странное какое-то шаманское заблуждение, что нельзя голой задницей на снегу сидеть. Но это лечит, а всех практически болезнь. Супрун им приедет и расскажет это. Да. В общем-то. А за другой стороны, вот есть же хороший шанс у Зеленского, как у Кучмы. Вы помните одно время, когда он тасовал премьер-министра практически каждые 8 месяцев и каждый раз выходил в белом, он говорил, ну это же, сами понимаете, кто виноват. Вы знаете, что был ресурс определенный. Да, это было, был ресурс. И вы знаете, что у Кучмы было целый ряд шансов. Я не уверен, что у Зеленского будет несколько шансов ему будут давать. Посмотрим. Я же говорю, что пока он с точки зрения постмодерна, где там, я не хочу умные слова сказать, но, грубо говоря, диджитализация есть, темпоритм есть, историзм благодаря фильму есть. Кстати, вот вы знаете, что, вот я вам расскажу. Вы знаете, что, вот очень просто я вам поясню, чем модерн... У нас как-то хитрые глаза загорели. Чем модерн от постмодерна это отличается. Вот вы знаете, что? В дремучем совке, вот поверьте, никому, никому человеку не пришло бы в голову в случае какого-то нераскрытого преступления обратиться к актеру Ливанову. А также к другим советским актерам прекрасно раскрывал. Это не единственное. Ну вот заметьте, ни одному просто, а миллионы постсоветских людей, украинцев, так сказать, на пост президента призвали Голоборотика, ну, так сказать. Ну, да. Ну, зелезная. Да, зелезная. Вот в это отличие... А когда я вот вам так сказал, а так кто был прав? Те люди или эти? Ну, это практически философский вопрос. Кстати, ну, в общем, у русских это... Ну, есть такое понятие, но... Понятно, никто этим не заморачивался, но, тем не менее, есть такое понятие снятия постмодернистского эффекта. Ну, не имею в виду. В этом стиле у русских было несколько таких детективов, ну, таких очень простеньких, я бы сказал, незамысловатых, которые скорее ситкомы являются, где именно любители детективов раскрывают преступления. Несколько таких. Причем один даже был с этим, который типа любитель Агаты Кристи, а другие там другие. Но сам факт... Это, кстати, для России может иметь плачевные последствия между тем, что... Да нет, ну, послушайте, это всего не... Послушайте, ну, так сказать, все равно в нормальном русском детективе вина устанавливается, так сказать, в ходе допроса. И прочих оперативных мероприятий. Поэтому, на самом деле, так сказать, не надо, так сказать, в общем-то, и... Ну, хорошо, не будем углублять... Ну да, не будем углублять... Не будем углублять эту тему. Но, опять же, вот отличие в том, что... А здесь же на полном серьезе. Он, понимаете, как... В модерне он сыграл следователя, из этого не следует, что он... Он сыграл роль, это не значит, что он может эту роль исполнить в жизни. У нас, в постмодерне, он сыграл эту роль, значит, он ее может исполнить и в жизни. Тут идет следствие. Там, скорее, даже отрицание, но он точно не сможет ее. Мы не переносим Ливанова на реальное следствие. Кстати, самое смешное, что человек, читающий детективы, реальное преступление раскрыть не может. Мы сейчас не будем... Это отдельная тема, но именно, что как раз детективы, как раз и устраивали... Детектив, хороший детектив, это антидетектив с точки зрения реалии. Но это чтиво, оно по законам литературы. Так и фильм по законам фильма. С другой стороны, как бы наивный Петр Алексеевич и его вся эта команда, которые думали про дебаты, а мы зато в дебатах его. Я хочу сказать, что это в модерне, люди слушают, что вы там говорите. В постмодерне форма определяет содержание. На стадионе, стадион, зрители, сцена. Это что? Это ток-шоу. Это ток-шоу. Если в ток-шоу, шоумен побеждает не шоумена. Что очевидно. Опять же, начиная от темпа-ритма, так сказать, чувства, просто чувства сцены, более того, КВНщику еще проще, чем актеру, потому что актера сцены, это четыре стены, а КВНщика эстрада, открытое пространство. Рефлексия. Рефлексия, да. Конечно, рефлексия. Поэтому, грубо говоря, актеру проще видеофильм снять, чем КВНщику, потому что все-таки реакция хочется. Им часто на съемках они ловят реакцию, присутствуют. Это такое дело. Это как раз не имеет значения. Вот вся ситуация. И сейчас вопрос в том, что он исполняет обязанности или играет обязанности президента, это не риторически. В смысле, как? А мы не можем ответить на этот вопрос. И более того, он, скорее всего, не может ответить. То есть нужно добавить поживому мнению. А вот скажите, он вживается в должность президента или вживается в роль президента? А я не знаю. И он, скорее всего, не знает. Происходит некий процесс взаимопроникновения. Президентства как государственной функции, встроенной в бюрократическую, ну, государственный механизм. И актера, ну, давай так, человека Зеленского с актерским опытом президентства. Как оно... Это интереснейший... Интереснейший. Я бы, говорит, фрегистов бы нагнал бы. Так сказать. И они бы по отношению... Благо отец и мать можно взять интервью у них, фрегисты бы взяли. И они бы там что-то поняли, как кто с кем... Какие комплексы у него это... Так сказать. Перемещаются. Но... Как? Но это все на наших глазах. Мы являемся участниками большого такого психологического эксперимента. и я вам еще важную вещь скажу, что если вот вы всегда хотите что-то хорошее, я вам скажу, в чем Украина первая в мире, вот реально. Причем это не я сказал, но тем не менее, я с этим согласен. У нас достигнута информационная сингулярность. Первая страна в мире. Мы обладаем всем необходимым... Ну, поток информации достаточен, который мы обладаем. Мы ее не можем ни обработать, ни применить. Вот проблема Украины. Это во многом связано с деиндустриализацией. То есть, потому что поток информации, который идет в Украине, он как бы для Украины индустриальный. Для Украины экономически развивающийся. А он остался... Плотность потока... Она же не зависит от этих процессов. То есть, у нас избыточная плотность информационного потока. И сейчас, как это еще Траут там писал в 65-м году прошлого века, то есть, в сверхнасыщенном пространстве сверхпростой мозг, простое восприятие и сверхпростые формулы, чтобы достичь этого. Вот смотрите, реклама эта, которая уже всех завязла. Это... Апгрейд тоби в руки, беры то тыцей. Тыць не як щеных тонны тыцев. Ну, вот эти, что там они... Смартфоны это... А в чем тут? Ну, смотрите, это же чисто вот просто выделиться. То есть, чтобы... И там же не зря он с котиком, вот этот... То есть, все... То есть, максимально сжатые все возможные штампы. Все возможные штампы максимально в несколько секунд сжать. И тогда это как-то достигает головного мозга. Или там Савва завжды красава. Ой, Савва завжды красава. Вот оно... Норма... А, це-то раз йому нормаса, це Савва... Вы знаете, оно запоминается... Более того, это удачная реклама продажная. А что вы покупаете? А хрен его знает, чем он покупает. Не важно. Ну, а можно же теперь красава. Это тоже называется пассивное потребление. На самом деле вот маркетологи-вредители из модерна, они иначе... Посмотрите, они задачу иначе встретят. Надо заинтересовать, привлечь внимание, заинтересовать, вовлечь покупка, следующая покупка. Ну, вот это... А сейчас иначе ставится. Сейчас, говорит, быстро купить, минимизировать от этого, от процесса того, что он узнает о товаре, до его покупки. Это совсем другая... То есть, выбросить процесс размышления, осмысления всего. Вообще! Мгновенная вовлечь... То есть, факт... А что такое, если мы это называем мгновенную вовлечь? Значит, это как... Это некая психологическая ловушка. То есть, тебе бьют. Только, понимаете, молотком по голове это гуманизм, потому что здесь молотком по головному мозгу сразу. И ты переглядываешь... О! При этом, посмотрите, при этом, вот тот же элемент диджитализации. Ну, ты сразу там перешел на сайт, тычнул, тебе привезли, ты уже деньги потратил. Оно же вот минимизация, причем, опять же, это же мы лохи, обновляем, что это как можно более быструю покупку сделать. Нет, чтобы как-то можно быстрее с деньгами гад расстался. Что они у тебя там на карточке делают? Как? У вас еще есть кредитный лимит, и вы еще не купили? Ё-моё! Вот вы сейчас бесплатно отдали новый следующий лозунг рекламный. Нет, подождите, то, что там все в кредит, это же везде есть. Оформляем кредит, ноль процентов, только сразу потрать. Так сказать, это, ведь даже любая реклама, которая была там, разумно потратить деньги, она в основном правильно потратить. Это экономично, это, это тоже был все обман, манипуляция, но тем не менее, оно взывало якобы к рациональному. Нет, наоборот, иррационально, будь иррационален. Это модно, это драйвово. Тыцни, якщо никто не тыцяв. Так нет, это запоминаю, это удачная реклама, она жуткая с точки зрения издевательства над личностью, но она крайне успешная с точки зрения продаж. А победителей судят или не судят? Ну, конечно, мы все знаем, конечно, не судят. Не судят. Вот и все. Значит, это удачный и Тарас Нормас. Хотя мы в детстве немного иначе. Кстати, если бы кто-то мне заказал бы, так сказать, эту контр- антирекламу, то я бы имя Тарас бы оставил. Так, не будем продолжать, да, это мы заканчиваем. Но, если что, сделаем. От конкурентов, если надо для конкурентов, так сказать. Да, это вот практически реклама. Практически. Посмотрите, так вот, дело в чем, Людмила, вот мы же с вами там, а ну как-то там, и у меня сегодня там, и голова плохо варила, как там, вот там медленно, я какие-то там делал. У вас? Да. Так, я попрошу. Отступление, я терял мысль. Вот все, все, все. И как-то мы пробирались через какие-то смыслы, но ведь в конце мы с вами программ пришли к главному. А все это никому нахрен не надо. Как это не надо? Оно существует в другом виде. Ну вот смотрите, то, что мы с вами разбираем, нужно очень узкому кругу людей. А вот вы знаете, что ведь главное, вот если посмотреть большинство там популярных каналов, ведь главная же реакция в том, понравилось или не понравилось, как говорит. А из того, как понравилось, как говорит, уже следствие умно он говорит или глупо. Это хорошо. Да, так сказать. Поэтому на самом деле нет ничего логичнее, чем там какая-то женщина пишет, что у Джангирова там пятна от еды на футболке. И вообще он мерзкий тип. И говорит глупости. Собственно говоря, это правильно с точки зрения восприятия. И самое смешное, что по кругу, вот по кругу, мы пришли к статье, это, вы удивитесь, философский анекдот, философский фильетон. Он в единственном варианте Гегеля. Кто мыслит абстрактно? Это всего две странички текста. Написал его молодой Гегель, а он опубликовал уже намного позже, поэтому уже когда он был мастит. Вот я всем рекомендую прочитать Гегеля, по-моему, 1808 типа год. Кто мыслит абстрактно? Это две странички текста. Вот поверьте, все, что мы говорим про... Вот Гегель это все описал, только он это описал про самых простых людей. А у нас вот этим самый простой уровень восприятия, вот этих атрибуций, так сказать, он фактически уже достиг элитарного уровня. Наконец мы стали жить по Гегелю. Да, мы диалектику учили не по Гегелю. Да, да, да. Ну, собственно говоря, у нас в стране панночка и ви, не по Гоголю, а намного страшнее. Да, так сказать. У нас какая-то страшная месть. Вот, послушайте, вот, значит, у нас все обещают вечера на хуторе близ Диканьки, а заканчивается видим. Дмитрий, спасибо вам огромное, спасибо огромное, что были сегодня. Замучили мы вас. Ну, по всем темам, тем же было очень много, поэтому вот я вас так дергала. Ой, вы знаете, что, ну, с другой стороны, а зачем это все? Вот смотрите, мы же, мы же с вами тоже вот заполняем своими размышлениями эфир, а как это может быть применено? Ну, это можно, то есть, на самом деле, вот мы же, вот люди, да, кто-то об этом задумается, кто-то об этом обсудит с кем-то, потратит бесполезно свое время. Нет, подождите, а как же это, серые клеточки, чтобы заработали, как это? Надо же подпитать чем-то наши мозги-то? Читать. Только читать книги, ничего другого не заменит. Ютуб не заменит чтение книг, и все необходимые связи между нейронами устанавливаются именно при чтении книг. Ну, и при слушании, конечно, интересных интервью. Нет, в первую очередь, книг. Что такое? Ну, позвольте мне тут не согласиться с Дмитрием все-таки. Вот, Дмитрий Джанкиров был сегодня у нас в гостях. Мы очень благодарны, Дмитрий. Спасибо большое. Спасибо. Уж извините, что замучили. Да, нет, радуй. Замучили вас темами. Дмитрий Джанкиров, за что ему спасибо огромное, а вы, конечно, оставайтесь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!